Друзья, всем привет! Я продолжаю с вами делиться наблюдениями и рассказывать вам, что такое BMW с пробегом. Для кого-то эта информация может быть действительно полезна, потому что сегодня посмотреть на рынок новых автомобилей, на их цены можно просто-напросто офигеть. Я составил целый списочек. На сегодняшний день 21 месяц, как я владею этим автомобилем. Он 2016 года, напоминаю вам. Первый владелец откатал 37 тысяч километров, после чего я купил автомобиль. И сегодня я вам расскажу, сколько я потратил денег за 21 месяц владения, сколько в среднем денег уходит в один месяц. Далее, больше информации дадим про BMW, которую я вынес аж в заголовок. Трехлитровый легендарный мотор дизельный дал сбой. Производитель накосячил, выпустил на рынок 2000 автомобилей, которые с браком и их выдавать нельзя. Это я вам тоже расскажу. Очень часто люди спрашивают, что там с Маздой 6. Так, парни, всем здорово. Ну вот, наконец-таки выпал снег. Первая моя машина, с которой начался, собственно, канал. И в этом сюжете я вам тоже расскажу, как она поживает. В общем, ролик будет насыщенный. Постараюсь его сделать кратким и по делу. Мы начинаем прямо сейчас, но после просмотра спонсора выпуска. А спонсор этого выпуска компания Азур Драйв, которая оказывает услуги по продаже автомобилей в лизинг. У них вы можете купить автомобили как для личного пользования, так и для работы. Подчеркиваю, новые автомобили. Услуги компании Азур Драйв идеально подходят для всех тех, кто хочет купить автомобиль для работы в такси, доставке или сдавать автомобили в прокат. Если у вас есть свой бизнес и вы хотите купить автомобиль на организацию, это идеальный вариант для вас. Почему? Хотите сэкономить 20%? Пожалуйста, ведь можно вернуть НДС 20%. Широкий выбор автомобилей. На экран я вам ввожу официальный сайт компании, перейдя по ссылочке на который вы увидите все актуальные цены. А если вдруг нужного автомобиля нет на сайте, то достаточно оставить заявку. Сотрудники компании Азур Драйв найдут этот автомобиль и подберут его для вас по наиболее привлекательной цене в лизинг. Главное условие для покупки автомобиля это наличие у вас российского гражданства. Первый взнос от 10%. Более мягкие условия для тех, у кого не идеальная кредитная история. От себя хочу добавить, что мы снимали кучу роликов о том, как покупать новые автомобили. Поэтому, друзья, внимательно читайте договора. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Сотрудники компании вас проконсультируют, на все вопросы вам ответят. И только после этого подписывайте договор, покупайте автомобиль, зарабатывайте на нем. Или же, покупая его в личной цели, получайте от него удовольствие каждый день. Азур Драйв ждут вас по ссылочке в описании. Ну, давайте начнем в первую очередь с главной новости, которая шокирует многих потенциальных владельцев новых BMW. Когда речь заходит о покупке тачки, всегда идет речь о том, что вот есть трехлитровый дизельный мотор. Вот этот легендарный мотор с хорошей тягой. Поехали. Вот это, блин, ну парни, вжимает очень круто. Хорошей надежностью. Вот он-то настоящий BMW-шный мотор. Что произошло? Компания BMW выпустила на рынок 2000 автомобилей, в которые входят BMW 5 серии, X5, X7 в частности. На наш рынок, на Россию пришло 600 автомобилей и еще даже идут 600 автомобилей в общей массе, которые будут с бракованным мотором. Как говорят, брак там в одном из цилиндров. Что это значит? Что автомобили, которые придут под кого-то, их выдавать вообще нельзя. Компания BMW накладывает на них крест и автомобиль должен стоять пару месяцев, как они говорят. И на него должны будут поставить новый мотор. Старый снимают, новый ставят. Отметка в ПТС соответствующая должна быть. После чего вы забираете автомобиль новый из салона за 5-8 миллионов рублей, смотря какая-то модель и комплектация. И получаете вот такой вот себе подарок. Как вы его будете в дальнейшем продавать? Как посмотрит потенциальный покупатель на вторичке на эту машину? Вот это хороший вопрос. Огромный удар это наносит по репутации компании BMW. Это бессловно. Я занимаюсь помощью в покупках автомобилей. Нашел человеку машину. Собрали ее даже под заказ. Она пришла, он ждал ее 3 месяца. Тут ему говорят, слушай, у тебя машина попадает на тех акций, у тебя косячный мотор. Мы тебе даже ее выдать не можем. При этом есть люди, которые забрали машины. Они сейчас на них ездят и у них как бы бракованный мотор. В какой-то из дней он сломается. Поэтому имейте в виду, если вдруг кто-то из вас присматривается сейчас к покупке нового автомобиля, знайте, такая картина есть. Уточняйте у дилеров обязательно, какой автомобиль. Косячный, не косячный. Вот так вот бывает. BMW обосрались. Ну а мы с вами двигаемся дальше. На сегодняшний день у автомобиля пробег 63 тысячи километров. За 21 месяц я проехал 26 тысяч километров. Совсем недавно я съездил на техническое обслуживание. Кадры с него я вам показываю. Значит, что было сделано? Было сделано обычное плановое обслуживание. Посмотрели полностью ходовую часть, подключили диагностно, посмотрели автомобиль на предмет ошибок. Значит, что было выявлено? Первое, это просто мелочевка из серии задний сайлентблок 1. Начал немножко трескаться. Все было понятно, что это вообще ерунда. Еще побегает, попозже поменяем. Далее, задние тормозные диски. Уже износ 70%. Понятно, что можно еще покататься. Но я решил так, что впереди еще целый год, как минимум, я собираюсь владеть автомобилем. Поэтому уже заказываю себе задние тормоза. Вот, смотри, тормозные диски в оригинале стоят порядка 12 тысяч рублей. Ну, можно купить. Я выбрал тормозные диски за 17 600 рублей. Это будут перфорированные тормозные диски. Плюс тормозные колодки. Плюс замена. Короче, в круг это обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Сайлентблоки сами по себе они недорогие. Но, тем не менее, я думаю, что я это тоже поменяю. То есть, это не так дорого. Здесь дольше времени займет замена. Поменяли масло моторное, фильтр салонный, фильтр воздушный. Полное техническое обслуживание. Да, вот с диагностикой, со всеми делами. Мне обошлось по цене. Я округляю в большую сторону 12 тысяч рублей. Если округлять в меньшую сторону, ну, 11 тысяч 800 рублей. Но при техническом обслуживании была одна интересная изюминка. Когда ребята смотрели машину, я смотрю, что-то они возле мотора крутятся, вертятся, светят фонариками. Такие, видел, видел. А что это? Ну, она не льет. Я думаю, вот отсюда лег. Смотрю? Да. Не исключено. Турбина чуть-чуть потекла. Да вот тут просто накапало масло. Такое, какое масло? В общем, было запотевание и немножко просачивание от уплотнительного кольца, от воздушного фильтра к турбине. Замыли. Сейчас пока что я посматриваю сам. Ничего нету. Спрашиваю, в чем может быть проблема. Проблема, на самом деле, как объяснили, по крайней мере, мастера, что вот из-за морозов, из-за перепада температуры, такое встречается, такое бывает. Бояться этого не стоит. Цена вопроса замены уплотнительного кольца. Вообще, изначально компания BMW предлагает это все менять в сборе. Вот так это выглядит. Цена вопроса 8,5 тысяч рублей за все по материалам. То есть, все это можно будет сразу заменить. Но можно купить элемент номер 9. Это просто колечко уплотнительное. Оно стоит 750 рублей. Договорились так, что, ну мне, по крайней мере, так посоветовали. Меняем просто уплотнительное кольцо. Ничего страшного в этом нету. И, соответственно, сделаем это в начале апреля, когда придут тормозные диски. Значит, запчасти, фильтра, масла, все, что нужно, я сейчас покупаю только оригинал. Почему? Смотреть на аналоги можно. Это будет дешевле. Но я, как бы, смотрю по разнице, особо сильно по цене. Я, ну, откровенно говоря, не проседаю. Меня это не очень сильно напрягает. Покупаю я все у Александра. Я про него вам неоднократно рассказывал. Запчасти на техническое обслуживание. Все, что вам нужно, ребята, со всей ответственностью. Его рекомендую. Работает идеально. Прям пишите ему, например, в WhatsApp. Говорит, Саша, такая-то машина, нужен комплект на ТО. Он тебе прям сам собирает и сам тебе предложит. Хочешь оригинал, хочешь там аналоги. Это ни в коем случае не воспринимаете, как какую-то прямую рекламу. Очень часто сами спрашиваете, где покупал. Вот я вас просто прошу настоятельно. Ребята, запишите номер телефона, я вам ввожу на экран. Пусть он у вас будет. Надо будет, обращайтесь. Саша вам все посчитает. Неважно, какая машина. Работает по всем. Доставка по всей России. Я покупаю у него. Забираю. Соответственно, за все про все. Техническое обслуживание полноценное. 12 тысяч рублей. Очень часто люди пишут о том, что BMW это ломучье говно. Вот смотрите. Когда я покупал автомобиль за миллион семьсот. На тот момент были те, кто писал. Ля, блондин опять лоханулся. Это вот это. Так можно же вот. За миллион двести такую же купить. Подумаешь, она там 2013 года. Пробег 170 тысяч. Да можно ее взять. Такая же машина. Вон, выглядит один в один. Суть. Я взял машину поверху рынка. Соответственно, за все это время на машине я ни разу не экономил. И вот я вам рассказываю, сколько она мне обходится по деньгам. За 21 месяц на техническое обслуживание я потратил примерно 100 тысяч рублей. Сюда же дополнительно я плюсую еще 100 тысяч рублей. Это покупка зимних шин и покупка летних шин. Вот смотрите, что получается. Я не добавляю только траты на бензин. Но тем не менее, я посчитал, за весь этот пробег, я заливаю только сотый бензин, я отдал порядка 140 тысяч рублей. Если быть точно, ну у меня вышло 138 тысяч рублей за 26 тысяч км пробега. Таким образом, за 21 месяц владения я трачу на машину без учета бензина в месяц примерно 9,5 тысяч рублей. Если вы покупаете автомобиль и вам повезло, у вас хорошие летние шины достались, у вас достался комплект зимних шин, на вторичке такое может быть. Соответственно, 100 тысяч убираем. И получается так, что за 21 месяц и 26 тысяч км пробега, это важно, я отдал 100 тысяч рублей. А это получается 5 тысяч рублей в месяц. Вопрос. Сколько ты будешь проезжать в месяц? Больше, меньше? Я езжу сейчас мало. Соответственно, вот такие расходы у меня есть. Я трачу только на оригинал. Я делаю ТО раз в 5-7 тысяч, вот в этом диапазоне. Кто-то говорит, а раз в 10 тысяч можно сделать. Зачем покупать оригинальный фильтр салонный, воздушный, можно же купить аналог. Соответственно, здесь можно упасть и до цифры там, ну, 2-3 тысячи рублей в месяц. Поэтому здесь вот нужно считать, я вам рассказываю. В идеальном состоянии тачка находится, я ее не продаю. Ни в коем случае это не реклама. Соответственно, все классно, я не жалуюсь. Я всегда приезжаю на сервис и говорю, ребят, если что-то нужно поменять, говорите, мы будем менять. Соответственно, здесь подводим черту. Вот такие расходы за все это время произошли. Никакого головняка машина не доставляет, честно вам. Признаюсь и напомню, что когда я покупал, я побаивался, думал, блин, вот начитаешься комментариев, и потом начинаешь с людьми общаться, и получается так, что у многих BMW не было. У кого-то она была, но сильно старая, с большим пробегом. Соответственно, покупал машину в убитом состоянии, замучивался, вкладывается. А на что ты надеялся, хочется спросить. Да, я покупаю новые машины и знаю, что бывают люди, вот недавно покупали человеку X3 с дизельным мотором, постоянно что-то ломается. Ну вот такая машина, то турбина у нее, то еще что-то. Постоянно что-то происходит. Машина была куплена год назад. Пробег там небольшой. Такое бывает. Но есть куча людей, которые покупают, ездят, наслаждаются, геморроя нет. Напомню, хорошую фразу, да? Это лотерея. С наступлением весны постоянно мне в голову приходит следующее. Хочется машину немножко преобразить. Обращался в одну компанию, говорю, посчитайте, пожалуйста, переделочку выхлопа. Раздвоенный выхлоп, диффузорчик под М5. Но просто визуально нравится. Я понимаю, сейчас тот скажет, ты что, дурак что ли? Ну ты своей головой-то подумай, ну зачем тебе это надо? Просто для красоты. Понимаешь, вот есть эстетика. Вот вроде бы спойлерочек, он здесь нахрен вроде не нужен. Но ты смотришь на машину, я смотрю, это моя машина, мне нравится. И хотел сделать сплитер на передний бампер. Предложили, ну что-то какие-то фотографии. Фуфил-муфил, 50 тысяч рублей примерно. Если кто-то из вас в Москве подобные услуги оказываются, занимаются, на экране моя почта, напишите, пожалуйста, давайте посчитаемся. Возможно, как-то мы взаимосвязь и что-то сделаем. Просто хочу это сделать для себя, потому что сейчас, глядя на рынок вторички, я когда-то хотел купить там X5, X6 с пробегом. Думал, ну там за 3 миллиона года с 17-го возьму. Сейчас понимаю одно, что эти машины стоят примерно 3,5-4 миллиона рублей. В 17-й год у машины будет пробег там 1040-60. А у меня впереди ремонт. Поэтому машину оставляю. Пробег небольшой, однозначно. Еще годик точно покатаюсь. BMW говно, ненадежно, невостребовано, ценники космические, она своих денег не стоит. Я это даже отрицать не буду, но скажу вам так, что когда я сел на нее, я покатался. И вот сегодня я понимаю одно то, что ну мне машина прям действительно доставляет удовольствие. Я понимаю, что сейчас я уже выгляжу как BMW дрочер, который нахваливает тачку, но при этом я вам стараюсь показывать все честно. Если бы что-то бы постоянно ломалось, вы должны понимать, для меня это только плюс. Это я бы чаще снимал бы сюжеты, размещал бы откровенно, да, говоря в них рекламу чаще. И с этого зарабатывал. То есть для меня это не было бы геморроем. Но сам факт того, что я езжу, вот, плюс 26 тысяч км, и того там 63 тысячи, ничего нигде не скрипит. Машина доставляет удовольствие за исключением вот этой херни с ключом. Вот такая хрень напрягает. Видите, сел в машину. Вот я на тормоз нажимаю. Кнопка нифига. Почему? Ключа нет, ключа нет. Ключ вот в кармане. Я в легкой куртке в этой белой. Достал я ключ. Так. Опять нету. Вот что за фигня? Батарейка поменена. Я уже об этом говорил неоднократно. Вот так. Соответственно, если сейчас заглушить, выйти, открыть машину, сесть с ключом в руках, она заведет сразу. Прям при вас. Вот на камеру, блин, в кармане нажимаю на ключ, она открывается. А бывает такое, что приходишь, жмешь, 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 пока ты его из кармана не достанешь, машина не откроется. Как вы помните, изначально вообще идея купить автомобиль на заднем приводе у меня была привязана к покупке и эксплуатации именно в зимних условиях. Раньше никогда я на заднем приводе не ездил. Мне всегда было интересно, как это. Век живи, век учись. Я знаю и помню, читаю все ваши комментарии. А мы вот раньше на классике, на летней резине зимой ездили. А тогда зимы были снежные. Суть в том, что эта зима была тоже действительно очень снежная. Даже одну серию мы немножко записали. Я эксплуатировал автомобиль постоянно, за исключением тех дней, когда прям шел обильно-обильный снегопад. В этом не было никакого смысла, так как в Москве пробки были 10 баллов. Соответственно, ехать куда-то, пешком быстрее придешь. В целом, я ездил и по трассе, ездил в Каширу к родителям домой. Там кругом куча снега. Ни разу, я вам честно говорю, нигде я не застрял. Но при этом я подходил везде с головой. Были моменты, что люди на переднем приводе застревали. Я потихонечку, потихонечку, барсиком, барсиком, барсиком проходил. В целом, соглашусь с вами, читая ваши комментарии, что если каждый день эксплуатировать автомобиль и постоянно утром вставать куда-то и уезжать, это может быть геморрой. Особенно ты проживаешь, если там, где двор заснеженный, выехать тяжело. Может быть такое. Я же больше получал удовольствие, так как в сильный снег мне ехать никуда не нужно. Тут именно та самая грань, когда вы смотрите на автомобиль, вы сами думаете, где вы живете. Удивляют комментарии, когда люди нахрена ставят на машину 19-20 колеса, а дороги разбиты. Но в регионе или где ты проживаешь, там они могут быть разбиты. Я катаюсь по городу, мне 20 колеса поставить, дискомфорта не будет никакого. Я уже тестировал у друга тачку, все ссылочки есть в описании. Все это показывали, сравнивали. Такая же пятерка на 20 колесах. Нет геморроя. Поэтому смотрите сами, где вы живете, нужна вам подобная машина или какой-то другой немец, седанчик. Решайте сами. Все тает. Я думаю, через неделю я уже поставлю себе летние шины. Буду кайфовать, потому что летние шины у меня мишленовские. Мягенькая, хорошая резина. Вот это прям будет кайф. Разноширь, я прям уже очень сильно этого жду. Как там Мазда 6? Списался с новым владельцем Мазды. Напомню, в 2015 году я ее купил, двухлитровый моторчик, который и поныне ставится на актуальные новые автомобили Мазда. И тогда мне каждый выпуск про Мазду 6 писали, это говно, оно сломается, моторы ненадежные. Факт в том, что я ее продал на пробеге 140 тысяч километров. Сейчас на машине пробег примерно 175 тысяч километров. Владелец за все это время, с момента покупки, не вкладывал в нее ровным счетом нифига. Что он делал? Он поменял недавно масло в коробке. И он раз в 8 тысяч делает полное техническое обслуживание. Меняет моторное масло, фильтра воздушные, салонные, все. Ничего он никак не вкладывал. Вообще машину он выставил сейчас на продажу. Знаю то, что он купил себе Мазу CX-5. Почему выставил на продажу, почему купил CX-5? У него родился второй ребенок. Соответственно, посчитали так, что на паркетнике будет покомфортнее. С продажей, как я понял, не спешит. Но сам факт того, что машину продает. Соответственно, с машиной все ок. Если бы я продолжал про нее снимать, я думаю, пробег бы сейчас на ней был порядка 250 тысяч километров. Но нужно донести одну суть. То, что с машины косяков ноль. Машину можно считать надежно. У них также бывают ситуации проблемы с коробками. Брак есть. Мы про это снимали. Многие люди мне потом об этом писали, что тоже с этим сталкивались. Есть косяки с машиной, про которую мы неоднократно рассказывали. Сейчас даже временно это тратить не хочу, чтобы одно и то же не пересказывать. То же самое про BMW. Кому интересно вообще в целом машина. Кто присматривается к покупке. Ребята, напомню, что есть целый плейлист, где все снимаем и с серии в серии постепенно все рассказываю. В описании его оставляю. Заходите, смотрите с первых серий, если вы присматриваетесь. Многие, кто хотят купить, смотрят, говорят, полезно. А вы уже выводы сделаете сами после просмотра. Короче, говорить можно бесконечно. Серию мы сделали. Все по делу, как я считаю, рассказал. Пока мы передвигались. Куда мы передвигались? Мы съездили, добрали документики. В этой папочке счастье блондина. Документы на двушечку. Все зарегистрировали. Сделка прошла успешно. В начале апреля я переезжаю. Соответственно, в начале апреля у нас выйдет рум-тур. Парни, я вас приглашу к себе в гости. Покажу, расскажу, что покупал, что планируем делать. Сколько будет стоить. Тоже тема интересная, жизненная. Поэтому всем спасибо, кто порадовался. Искренне читал комментарии. Просто очень рад, что такое количество людей умеет порадоваться других. Трудимся, работаем, стараемся. Приоритеты расставляем. Можно купить тачку, но зачем? Когда есть жена, есть дети, нужно сделать красивое, уютное гнездышко. Короче, будем двигаться дальше. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.